Знаете, я думаю, что раскол, по большому счёту, это всегда плохо. Но когда плохо, то, как правило, потом всегда будет лучше. То есть я всегда, вот когда у меня в жизни что-то такое, когда, например, я ещё больше потолстею, я, например, думаю, ну ничего, теперь уж я точно похудею. Ну то есть это всегда как бы, да, потому что вся жизнь, она определённый какой-то маятник. То есть нельзя заморозить, и всё это можно только, ну, уже мёртвое что-то, да, можно манифицировать, заморозить, оставить вот так вот. Жизнь человека, общество тем более, там, страна и так далее, это всё идёт в постоянных каких-то качелях, в какой-то раскачке, в каком-то движении. Тут ничего не изменит. Действительно, это не вчера произошло, и не после Украины, и тем более после Крыма. Всегда в той или иной степени были западники, славяны, филы, и никто этого не отменял и не отменит. Просто в какие-то моменты более, наверное, успешные, удачные, бытово какие-то славные, это немножко притирается. Или, например, когда совсем голодно и совсем нищебродство, тогда тоже немножечко все на этой почве как бы примеряются, выжить бы, да. А когда вроде ещё и пару петелек на ремешке есть с одной стороны, и с другой стороны всё-таки уже и сервелат в холодильнике не тухнет, да, то вроде самое время как посотрясать воздух. Я не знаю, я думаю, что это как осень, весна, зима, там, лето, всё равно это всё какие-то неизбежности. То есть я надеюсь, что всё это как-то в какой-то момент вправится. Потом, наверное, опять я рассматриваю это только как по спирали раскачивающейся исторические действительности. То есть я могу сказать, что если меня, например, спросили, что я разделяю, я могу сказать, что какие-то идеи мне близки, либеральные. Но если, например, сказать, что вот кто-то будет попадать на мою страну, я буду её защищать. Это моя страна, я её люблю, я не уезжаю из неё. И многое, что меня не устраивает в нашей власти, но я готова с этой властью там как-то спорить или быть ей недовольна. Но пока это всё находится внутри моей страны, понимаете? Как внутри моей семьи. Но если кто-то начинает хулить её или кто-то начинает как-то сеять какой-то ток, то у меня невольно возникает сразу откат и желание сказать «стоп! Вот так!» Это моё, это да, ну, кто без греха. Но я, наверное, может быть, мне грустно это как бы констатировать, но я не могу себя отнести ни к ярко-патриотической стороне, и не к точно уж либеральной. Единственное, что я могу сказать, что, наверное, многое мне в принципе нравится, что происходит, что за последние годы там произошло. Это я, например, могу с выходом. Понятно, что многое и ухудшается. Но я помню, что было 20 лет назад, какие были ужасные детские площадки, какие были, ну, как много всего было. И сейчас много что изменилось и улучшилось, и я это вижу очевидным просто из-за того, что у меня маленький ребёнок, и я вынуждена ходить по больницам, по обычным, не по частным, а по обычным государственным поликлиникам, школам. Ну, я не знаю, наверное, бывает всё очень по-разному, но я встречаю очень много каких-то хороших инноваций, да. Конечно, многое там и ухудшается, и что-то, но я вижу какие-то положительные сдвиги по сравнению с теми же 90-ми годами, которые там с моим детством, да, со всем таким. Не знаю, я думаю, что для меня моя всё равно позиция – это нужно, чтобы каждый человек прежде чем чего-то просто над собой работал, потому что всё начинается с того, как ты утром встаёшь, делаешь зарядку, чистишь зубы, убираешь свою кровать, работаешь у себя на работе, воспитываешь своих детей, и вот как бы то, как вот ты. И каждый, если будет на месте на своём всё это делать, то мне кажется, что вот в этом будет очень большая польза. А вот следить за расколами, в этих расколах участвовать, ну, не знаю, это для меня не… Я говорю, я стараюсь всегда обходить это, мне очень всегда болезненно, когда я вижу, когда мои там друзья или люди, которым я симпатизирую, в чём-то активно сильно участвуют, и я на их примере вижу, как они небезупречны, и как их точки зрения зачастую всего лишь эмоциональные реакции болезненные на искажённую реальность, которую они видят. И я поэтому всё время стараюсь себя держать в руках, потому что я человек эмоционально неустойчивый и не сильный государственный ум, поэтому я прям понимаю, что для меня это такой путь в никуда. Поэтому я пытаюсь совершенствовать там свою жизнь или хотя бы хотеть её совершенствовать и помогать тем людям, или вот что-то мне попадается там, какой-то детский дом на пути, да, я готова сделать что-то, то, что я могу сделать посильно. Вот как-то так.